В регионе появилось почти четыре десятка консультантов по грудному вскармливанию. Все они приняли участие в пятидневном семинаре, который проводили специалисты Ярославской Государственной Медицинской Академии Педиатрии. Юлия Шалаева встретилась с участницами семинара и узнала о новых подходах к теме грудного вскармливания. В конференц-зале перинатального центра собрались люди, которые будут продвигать в обществе идею грудного вскармливания. Среди них врачи, медсестры, акушерки, студенты и социальные работники. Около сорока человек получили знания по курсу консультирования по грудному вскармливанию. Теперь им вручили дипломы. Семинар длился пять дней и включал как теоретические, так и практические знания. На клинической практике приходили в послеродовое отделение, где мамочки лежали только что с грудничками. И преподаватель наш Лариса Ельсейна, она показывала, консультировала этих мам, у кого были какие-то проблемы или что-то, кто-то сомневались в количестве молока. А вот мы это все наблюдали. Многие из участниц семинара работают с мамами в послеродовый период. Сейчас они признаются, многое делали неправильно. Работа над ошибками предстоит серьезное – сломить устоявшиеся стереотипы и подходы к вопросу грудного вскармливания. Сейчас я понимаю, никакие соски, пустышки, бутылки – это ничего не надо. Нужно кормить малыша по требованию, плюс обязательно ночные кормления, потому что именно они стимулируют выработку молока. ВОЗ рекомендует кормить малыша до двух и более лет, и, во всяком случае, малышей маленьких не менее 30 минут. Стоит отметить, что будущих консультантов учили специалисты высокого класса, профессора и доценты кафедры педиатрии Ярославской медицинской академии. С 2000 года эти люди пытаются возродить традиции грудного вскармливания России по программе Всемирной организации здравоохранения. Устраивают семинары и лекции по всей стране. В Киров они приехали благодаря проекту «Белая река», который реализуется при поддержке областных властей. Беременная женщина должна приходить в родильный дом с убеждением, что она будет кормить грудью. Она будет уже обучена технике грудного вскармливания, потому что, когда мамы говорят, что закончилось молоко, или молока стало мало, или ребенок отказался от груди, то чему мочим на семинарах? Мы объясняем, что такого быть не может. По природе ребенок не может отказаться от груди, и все женщины по природе должны кормить грудью. Только, может быть, один процент в силу разных заболеваний не может кормить грудью. Специалисты Ярославской медакадемии говорят, что подобные семинары – это лишь часть той огромной работы, которую предстоит сделать. Популяризация грудного вскармливания должна проходить не только на уровне роддома и женской консультации. Внушать благую идею нужно с детства – в семье, в детском саду, в школе. Здесь на помощь приходят общественные организации, которые в Кирове есть. Проект «Белая река» – прямое тому подтверждение. Юлия Шалаева, Игорь Охотников, Вести Киров. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова